Мавроди 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 доллара текли рекой, тем не менее, не создано ровно учетом ничего. То есть, какой стати сейчас там что-то будет создаваться? То есть, это из области каких-то теоретических возможностей. Второй путь – это загнать в Россию столько долларов и евро, что курс будет пофиг. Путь реальный, но его могу защитить только я, без лишней скромности скажу. Да и к тому же это бесполезно. Все равно все это перейдет только к тому, что Абрамович построит себе пятую яхту. Народу ничего не достанется. Пока же создатели сериала перенесли его на более независимый хостинг «Вимео», куда и отправилась миллионная армия фанатов. С 17 ноября в концертном зале «Кропус Сиди Холл» с оглушительным успехом прошла ежегодная реальная премия «Мизикбокс-2016». Уникальное шоу с участием звезд российской эстрады. Вот уже четвертый раз мы наградили заветными статуэтками самых желанных артистов отечественного шоу-бизнеса. Более четырех часов зрители с особым интересом наблюдали за концертной программой и искренне желали победы в номинациях своим любимчикам. Как и полагается, любое масштабное событие начинается с красной ковровой дорожки. И премия «Мизикбокс» не исключение. Гордо вышагивая в дорогих костюмах и прекрасных вечерних нарядах, артисты с радостью делились своими секретами красоты и успеха, а также обсуждали предстоящее шоу. Что же это за прекрасные наряды? Аника, от кого они? Неужели от вас? Девушки, ну вы все такие красивые. Я безумно рада вас одевать. И не скрою... Не скрою, это я. Как долго вы собирались на сегодняшнюю церемонию? Вы знаете, у меня был выбор, конечно же, что надеть. Я перемирила море платьев, но потом я решила, что я должна быть стильная, без всяких безумных золотых розочек. И вот я такая. В чем секрет женской красоты? Что нужно девушкам, чтобы выглядеть прекрасно все время? Улыбаться в первую очередь. Самое главное. Не пилить мужчину своего. Поделитесь с девушками, как всегда выглядит чудесно. Что нужно для этого делать? Нужно спать, хорошо кушать, быть влюбленной и любимой. Быть женственной. Больше ничего не надо. Они должны быть любимы. Вот, сто процентов. Артик правильно говорит, но на самом деле, мне кажется, первый пункт красоты – это опрятность. Нужно быть чистенькой, опрятной. Нужно быть влюбленной. Нужно иметь хорошие песни для артистов. И нужно иметь хорошее настроение на премии Music Box сегодня. Женщина должна обладать хорошим чувством юмора, тогда всегда у нее все будет хорошо. А мне кажется, нужно в первую очередь любить себя. А какую лично вы предпочитаете одежду на женщину? Хороший вопрос. Лучшее платье – твоя красота называется. По стандартам Music Box здесь все, те, кто имеет отношение к этому телевидению, красивые. Просто, понимаешь, если мужчина, глядя на женщину, ее раздевает глазами, то с ним все в порядке. Если, глядя на женщину, он одевает ее глазами, то либо что-то не в порядке с мужчиной, либо с женщиной. А мы могли свою любовь найти на краюшке земли. Все родные, все знакомые, все друзья, поэтому любимых очень много. И всем желаем удачи. И за всех переживаем. Желаем удачи? Да, конечно. Особо выделять никого не хотел бы, потому что я сам человек творческий и очень люблю, когда люди талантливые проявляют себя во всех сферах деятельности. Поэтому я свои голоса отдаю за всех, желаю им творить и вытворять и достигать, как говорится, новых вершин. Альбом «Вес 20», с которым я тоже немножечко приложила чуть-чуть своей руки, он для нас уже альбом года. Ну, как минимум в нашей жизни. Из девушек из российской эстрады вы кого предпочитаете? Ты кого? А какую мы сейчас... Кого? Нет, мы сейчас пели. Какую пели? Миллионы глаз смотрят на нас, делят на Венеру и на вас. Мы наденем солнце защитные, мы с тобой неорбитные. Мюзикбокс вообще, мюзикбокс в общем, они растут с каждым годом. Четвертая премия, и уровень повышается. Все выше, все круче, все больше. Как же можно быть счастливой, если не любить? Четвертая реальная премия «Рашнинг Безёкс» отличается от остальных, что она учитывает не только вот артисты нашего канала, как у остальных, а всех форматных, неформатных. Я ненавижу за то, что рядом нет тебя, ненавижу, иди ко мне. Какие чувства вы испытываете к нашему холдингу, к нашим трем телеканалам? Я же неотделимая вашего холдинга, поэтому только рад, что имею возможность сегодня вести премию «Рашнинг Мюзикбокс» «Реальная музыка», и это часть моей жизни. Пока представители шоу-бизнеса вели беседы, в зрительном зале началось одно из самых ожидаемых музыкальных событий, проводившиеся в этом году под слоганом «Больше красок». 6 тысяч благодарных зрителей принимали на ура выступления каждого артиста, ведь все представленные на сцене «Кропуса» номера стали настоящими произведениями искусства. В век высоких технологий организаторы превзошли все ожидания и сделали невероятно красивое и эффектное шоу. «И не важно, где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты, вижу я на сквозь твою любовь, твою любовь». «Не выносимая, не выносима красивая, и любите-то сильно дать, сильно дать, сердцем вы сделаете». Ведущими церемонии стали неподражаемый Николай Басков, роскошная Светлана Лобода, женственная Максим, весельчак Вячеслав Манучаров, прекрасная Анна Седокова, красавец Микаэл Арамян и неподражаемая Анфиса Чехова. Все эти артисты до поздней ночи поддерживали в зрительном зале поистине волшебную атмосферу, разбавляя нагал страстей, шутками и анекдотами. Наши большие друзья и представители телеканала, среди которых директор холдинга Мюзикбокс-групп Наталья Владимировна Полинова, исполнительный директор группы телеканалов Мюзикбокс Аруси Кареновна Амарян, восхитительная Ева Сойрев, прекрасная ведущая Анна Грачевская, а также Светлана Хачьян, Вадим Казаченко, Татьяна Навка, Анетас Розенберг-Рутман, Вадим Шевченко, Константин Меладзе, Алла Духова, Катя Лель, Борис Моисеев, Барри Алибасов, Светлана Лазарева, Наталья Гулькина, Братья Сафронова и Эмилья Семь и многие другие весь вечер вручали заветные награды самым ротируемым и известным исполнителям. Лучший альбом года побеждает Надо ли, надо ли это прячется, прячется где-то сломано, сломано к тебе моя любовь. Кто же, какой исполнитель посадит дерево и родит наследника? Я больше не люблю тебя 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 Конечно, не стоит забывать о самом главном. Заветные награды в этот вечер получили любимцы девушек М-бэнд, группа года, ночные снайперы, рок года, романтичный мод, хип-хоп года, Наргиз и Максим Фадеев дуэт года, Лобода к черту любовь песня года, ММ прорыв года, Григорий Юрченко раскрутка года, серебро альбом года, Бурита креатив года, Лолита певица года, Голт Леонид Агутин певец года, Голт Сергей Трофимов городской романс, шансон, Open Kids тинейчерский проект, скриптонит вне формата. А впереди еще три дня и три ночи, нифига себе строчка куплета, шашлычок под коньячок, вкусно очень, и я готов расцеловать город Сочи, за то, что свел меня с тобой. Благодарен всему мюзикбоксу, Раши мюзикбоксу в частности, Алабаме, Наталье, Настеньке, вообще тех, кто стоит за камерами, спасибо за поддержку, это награда тех, кто в меня верит. У каждого из тех, кого объявили в номинации, есть свой зритель и какой-то свой мир, где он такой, ну, на вершине пьедестала. Вот это чувство, вот это состояние, которое происходит сейчас во мне, но словами простыми не объяснить, и на самом деле, как я уже сказала, на сцене о том, что я мечтала о том, что произошло сегодня, и наконец-то судьбоносный дуэт. Оцениваю, как доверие большое, и я на себе столько любви ощущаю в последнее время, я себя чувствую совершенно облюбленным, обласканным на всю страну ребенком. Запускай в мое небо ракеты, разбомбил, улетай, и не думай об этом. Благодаря видеоработе на песню «Сумасшедшая» главный холостяк страны певец Алексей Воробьев победил в номинации «Клип года», а непревзойденный «Золотой голос России» Николай Басков, недавно представивший свое фееричное шоу под названием «Игра», одержал победу в одноименной номинации «Шоу года». Номинация «Клип года». Открываю. Давай, боюсь. Барабанная дробь. Алексей Воробьев! Я очень рад, что работа, которая мне приносит столько удовольствия, приносит столько же радости и удовольствия людям. И меня сегодня наградили. Это очень приятно. Это работа целой команды. Это столько было сил затрачено. Я рад, что это оценили, потому что поистине и публика, как встречала это шоу, и вообще концепция этого шоу, оно имело определенный размах, потому что там было все. Целых три месяца шла ожесточенная борьба между фанатами Егора Крида и певицей Нюши. По итогам общего голосования исполнительница таких известных хитов, как «Наедине», выше и цунами одержала победу в номинации «Лучший артист» социальной сети ВКонтакте. От всего сердца, от лица ВКонтакте подтвердить, что в голосовании зрительских симпатий всех пользователей ВКонтакте победила. Я хочу немножко атлантисментов, друзья, давайте же, давайте. Победила Нюша. В этом году номинаций было поистине огромное множество. Специальные призы получили Ёлка, как самая ротируемая за рубежом певица. Денис Майданов, автор-исполнитель, но из МСИ хип-хоп-опера, наш большой друг Мисси Фомин и драм-мафия одержали победу в номинации «Лучший шоу с музыкантами», а непревзойденный вечно молодой любитель сальто Олег Газманов выиграл в номинации «Вклад в искусство». За дружбу от «Мюзикбокс» слушайте, ну так приятно. На самом деле, безумно люблю этот канал, безумно преданно ему и нравится, не то, что нравится, а восторгаюсь, как вы развиваетесь, сколько, включая в любом отеле, но только «Мюзикбокс». Почему, чем же вы лично лучше соперника? Во-первых, я не соперник никому, это первое. Во-вторых, да мы все настолько разные, что в принципе все вот эти, все премии и номинации, в которых нас пытаются сравнивать между собой, это не очень правильно. За то, что я, наверное, такой, ну просто нормальный парень. Это же здорово, это самое главное в мужчине. Ну, если так, кроме шуток, все-таки премия музыкальная, наверное, за выслугу лет, да, Коля сказал, что я хороший композитор. Что хотите сказать людям, которые отправляли за вас заветные смс-ки, голосовали за вас? Друзья, ну у вас все получилось, радостно за вас, если честно. Добивайтесь всегда в жизни поставленных целей, а когда при этом вы еще дарите людям другим позитивные эмоции, это же вообще просто замечательно. Спасибо вам большое. Я очень благодарен, я могу многих людей благодарить, но я благодарен Господу вообще, что у меня есть такая счастливая возможность отражаться в глазах огромного количества моих поклонников. Когда мне будет сикси файв, не потеряю этот драйв, на каждой сцене, как и много лет назад. Так как Анна Плетнева на протяжении 10 лет была полноправной и единственной женщиной-солисткой группы «Винтаж», именно она забрала приз в номинации «Больше всего ротаций за 10 лет». Большое количество ротаций за 10 лет существования проекта. Ань, принимай, за 10 лет вы самые-самые-самые-самые ротируемые артисты. 10 лет назад, когда мы с Лешей Романовым все это начинали, и никто в нас не верил, и все говорили, что мы уже сбитые летчики, уже те, которые когда-то из каких-то проектов, мы просто сказали самим себе «нет». Мы это сделаем, мы этого очень хотим, и мы это сделали. «Жара», «Новая волна», «Славянский базар», «Бархатный шансон», «Белая трость» — вот эта пятерка боролась за премию в номинации «Фестиваль года», но победитель может быть только один. Особенно приятно, что это фестиваль «Жара», как самый жаркий фестиваль, самый лучший фестиваль, и он первый, я этому очень рад. Хочу разделить эту победу вместе с организаторами Григорием Викторовичем Левсом и Сергеем Витальевичем Кожевниковым, вместе с которым мы сделали первый фестиваль. По версии зрителей телеканала Russian Music Box, певица года стала восхитительная Аня Лорак, а певцом участник Евровидения Сергей Лазарев. Певица года – это самое желанное. Я очень счастлива, что сегодня такой радостный для всей нашей команды день, потому что мы взяли главную, певец и певица всегда главной номинацией. В этом году как-то год ознаменован Евровидением и моим выступлением там, поэтому, наверное, еще и поэтому вот этот статуэтка досталась мне. Но хочется еще верить в то, что это все-таки какой-то такой собирательный уже, собирательная награда за много лет. Группа телеканалов Music Box в очередной раз доказала всем, что качественное шоу и честные награды заслуженным артистам имеют место быть. Не зря церемония носит название реальной премии Music Box. Здесь нет жюри, а лучших из лучших выбирает народ. Семнадцатого ноября с огромным успехом прошла четвертая реальная премия Music Box. Сразу после ее завершения звезды, организаторы и гости собрались в ресторане Нобо на автопати премия и поделились своими впечатлениями от концерта. Наталья Владимировна, какие ваши общие впечатления? Все ли понравилось? Вы знаете, впечатления действительно у меня переполняют меня, потому что эта четвертая премия и она лучшая из всех. Каждый год все лучше и лучше. Это, конечно, большая заслуга нашего коллектива, наших девочек, мальчиков, которые все это делали, работали. Я безумно рада, я хочу всем сказать огромное спасибо. Я не знаю, я буду... Я даже не знаю, что сказать, потому что меня чувства переполняют. И то, что сотворил сегодня мой коллектив, все наши друзья, партнеры, это, ну, нереальное. Это нереальная, нереальная, реальная премия получилась. Давно не получалось таких искренних эмоций от концерта, тем более, который проходил в рамках премии. И это абсолютно не лезет. Мне безумно понравилось. Я поздравляю партнеров телеканала, группы телеканал в музыкбокс с очередной успешной премией, которая бросила первый раз в Крокусе, но я надеюсь, что не последняя. Все, кто сегодня здесь, это наши дорогие, любимые, потрясающие, достойные люди, которые сегодня в этот праздник говорят, что премия мюзикбокс. Четвертая реальная. Четвертая реальная. И она нереальная. Премия на самом деле была сумасшедшая. Я ожидал, что будет более-менее скромно, но здесь просто было такое бомбичо. Мозг взорвало. Потрясающее впечатление, потому что я каждый год присутствую, есть с чем сравнить. И за эти годы премия выросла настолько, что это было просто мега-крутое шоу. Это было даже не просто премия, это действительно скомпонованное действие, сценические, очень красивые, грамотные. Это было настоящее шоу, которое мы сидели, смотрели, не отрываясь. Я даже ни разу не выходила из зала, и мы все очень долго, мы все эти часы сидели, смотрели и наслаждались. Я считаю, что это действительно высокая планка, которую задали в этом году. Просто нереально. Молодцы. Эмоции самые положительные. Эта премия, она действительно была реальная. Все номинации были реальные. Все победители были реальные. Был шикарный звук, шикарная обстановка в зале. Мы очень довольны. Это четвертая премия мюзикбокса, и она была самая лучшая за четыре года. Это значит, что мы растем, развиваемся, и с каждым годом у нас все больше продвижений, и у нас все лучше становится. На сцене автопати поздравили гостей с успехом премии такие артисты, как Брэндон, Эмма Эм, Базиль, Маркус Рива и многие другие. Очень клево. Каждый раз я вижу, что есть такой большой-большой прогресс. Я помню прошлый год, когда я сам получил наград как раскрутка года, и в этот год я понял, что я тоже хотел в этот год может быть получить эту наград, но я надеюсь, что в следующий год, когда уже будет юбилейный год, это будет вообще, что-то да, что-то такое, или песня, или клип, что-то. Поэтому хочется этот следующий год использовать и хорошо поработать, сделать качественную работу. Я благодарю Russian Music Box, то, что они дали всем возможность поучаствовать, и особенно мне. И вообще, я хочу поблагодарить все телезидители, которые голосовали за своих кумиров, продолжать и в том же духе. И спасибо, конечно же, всем, кто за меня болел. Я очень облагодарен. Четвертая реальная премия Music Box собрала на сцене Крокуса самых лучших артистов этого года и стала настоящим праздником для гостей мероприятия. А потрясающие ведущие сделали красную дорожку и сам концерт еще более интересными. Все потрясающе. Масса эмоций, масса самых ярких эмоций. Красная ковровая дорожка удалась. Премия была на высшем уровне. Я не знаю, что будет дальше на пятой, потому что, действительно, как уже сказала Наталья Владимировна Полинова, взяли такую планку, которую, ну, нужно держать и все выше и выше. И хочется отдельно сказать огромное спасибо всем артистам, всем номинантам, всем нашим зрителям, кто пришел и кто болел, поддерживал, ведь это имеет важнейшее значение. Я бы не называл это четвертая реальная премия. Это четвертая нереальная премия. Самая нереальная премия, я полагаю, что, как правильно сказала Анна Грачевская, мы только задали планку и следующие годы, следующие премии, ждите новых сюрпризов, еще больше драйва, еще больше музыки, еще больше качества. Впечатлений очень много, мне безумно понравилось, было очень волнительно, с одной стороны, огромная ответственность, в конце концов, премия, реальная премия Мюзикбокс. С другой стороны, я познакомился с невероятным количеством артистов, людей, которых я знаю с детства и узнал их по-новому, с другой стороны, и это, конечно же, очень дорого мне и ценно. Спасибо большое за это каналу Мюзикбокс. И на пятой реальной премии Мюзикбокс, я думаю, что еще будет много открытий, много сюрпризов и таких подарков для зрителей и для самих артистов, конечно же, в первую очередь. Просто невероятно, я скажу, что это была действительно нереальная премия, очень яркая, очень насыщенная, очень юморная. Действительно, прекрасный подбор ведущих, прекрасный подбор артистов. Наверное, это были почти все, почти все, которые присутствуют на нашей эстраде лучшие из лучших. Какие впечатления от четвертой реальной премии Мюзикбокс? Вау, вау. Нам на самом деле все понравилось. Особенно, конечно же, премия не удалась бы, если бы не ведущий Басков. Все самое яркое, все самое смешное исходило от него. Очень понравился Олег Газманов, бодрый, отличный, просто дядька. Концерт был вообще очень потрясный. Басков был вообще не подражаемый. Все хвалят Баскова, почему только его? Ну, Басков просто такой человек, ну, просто ломовой. Ну, он так ведет, так зажигает, ну, просто это было прям вот, ну, такой, ну, как сказать, фейерверк. Спасибо большое, мам. Ты просто как пчелка порхаешь, работаешь, это как в басне Крылова, ты стрекоза, а не муравей. Ты просто работаешь целыми днями и ночами, и результат налицо. Вся семья Мюзикбокс благодарит тебя. Ты делаешь нереальную работу, и все это тебе по заслугам вернется. Организаторы четвертой реальной премии Мюзикбокс явно не собираются останавливаться на достигнутом, поэтому следующая премия определенно станет еще лучше, ярче и масштабнее. Единственный победитель Евровидения от России певец Дима Билан представил в Крокусе свое новое особенное шоу «Неделимые», ознаменовавшее 35-летний юбилей артиста, а также 15-летие его творческой деятельности. ПЕСНЯ Режиссером программы выступил Алексей Голубев, которому удалось показать постановку мирового уровня с голограммами, декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями. Дима сказал, не переживай, сейчас мы делаем новые истории, новые аранжировки, и когда я услышал новые обработки, необработки, сыграно с живыми музыкантами, это, конечно, совсем другое чувство. 8 тысяч зрителей три часа восторгались живым пением Димы под аккомпанемент музыкантов, его новыми песнями, а также прочтением давних нетленок. И даже неожиданно исполненный Леонтьевский Дельтаплан заиграл в руках Билана более драматичными красками. Самым трогательным моментом шоу оказалось совместное исполнение Димы с детьми из проекта «Голос» хита «Я тебя помню», который много лет назад Билан посвятил своему первому продюсеру Юрию Айзеншпису. «Невозможно ты почувствуешь тогда, я тебя помню, я тебя помню». В Москве состоялась официальная презентация проекта Алексея Воробьева «Спорт в народ». Это первый онлайн-проект, который призван поднять уровень физической культуры в нашей стране. Участники в течение месяца получают программы тренировок и питания, занимаются на дому в любое удобное для них время, сдают еженедельные экзамены. В конце сезона по фотографиям до и после определяются победители этапа, которые получают ценные призы. Мы поговорим про благотворительность, про проект «Спорт в народ», который собрал уже тысячи человек в свои ряды, и для меня это огромная радость. Что вы можете сказать о проекте «Спорт в народ». Я думаю, что это замечательная история, потому что чем больше людей занимается спортом, от мало до велико, тем намного лучше, прежде всего, для самих людей. Потому что спорт – это не просто физические упражнения, это еще и разгон некой энергии, которая у нас застаивается порой, особенно в большом городе. Это у нас армрестлинг. Давайте, покажите, как это все нужно делать. По идее же, девушка должна победить в этом неравном сражении, я думаю. Ладно? Сейчас делаем. Так, я ставлю. Держите. Ногами отверните вперед. Плечом не прижмите руки мои. Заворачивай. Куда? 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 Главная цель проекта «Спорт в народ» – создание сообщества сильных, здоровых, активных и счастливых людей. Онлайн-трансляции помогают поддерживать здоровый образ жизни или все-таки лучше ходить в зал? Вы знаете, сейчас столько развито приложений для похудения, для поддержания себя в тонусе, со спортивными упражнениями, с питанием правильным. Поэтому я думаю, что онлайн-трансляции – это тоже отличная помощь в достижении своих целей. Я сам, честно, очень часто так и делаю. Включаю или в YouTube что-то, или в Instagram, как кто-то занимается и тоже делает. Спортивные успехи мотивируют сами по себе. Однако призы в качестве дополнительных стимулов и мотиваторов впечатляют. Среди подарков для участников первой смены были автомобиль представительского класса Mercedes-Benz, путешествие в Майами на двоих, крупная денежная сумма, а также огромный таунхаус в Москве. Вторая смена стартует 25 ноября. Поторопитесь заняться своим телом и здоровьем. Любой спорт влияет на человека, на его сознание прежде всего, потому что человек может преодолевать себя каждый день, делая что-то, добивая счет новых результатов. Это меняет его сознание внутри, потому что он может ставить перед собой цели и добиваться их.